МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Ольга Пыречкина. Сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При главе Чувашии обсуждали социально-экономическое развитие республики до 2030 года. В обсуждении приняли участие представители общественности, руководители хозяйствующих субъектов и ученые. В каком направлении будет двигаться регион, узнавала наша съемочная группа. Больших отчетов не нужно. Надо подумать, как Чувашия будет дальше развиваться, улучшать экономику и качество жизни. С таких слов главы республики началось заседание совета. Министр экономического развития наметил общий курс. Мы выдвигаем инициативы, чтобы Чувашия стала территорией обновляемой экономики. Это значит, что традиционные отрасли должны получить развитие. Молодые люди перспективно работать в интересной для себя профессии. Среди интеллектуальных людей предприниматели могли бы раскрыть свой талант в новых отраслях. Никто бы не уезжал, и капитал бы не покидал территорию республики, а примножал ее богатство. Звучит красиво, но пока больше похоже на мечту. Тем не менее, воплотить ее в жизнь попробуют. Для роста экономики планируют создать площадки для нового бизнеса, развивать производство экологически чистых товаров и повышать предпринимательскую активность жителей. Кстати, совета спросят и у населения. На сайте экономического развития уже разместили баннер. Свои предложения может высказать любой желающий. Ну а сегодня высказались предприниматели и специалисты. Я занимаюсь вопросами сельского хозяйства, поэтому, если вы позволите, я несколько слов остановлюсь на развитии этой отрасли. Если мы до последнего времени ориентировались на расширение внутреннего потребления и обеспечения населения, собственного населения, то сейчас можно подумать на развитие экспортных возможностей чувашии. В частности, в Академии мы разработали новую модель мясопроизводящей отрасли на примере промышленного производства индейки. Основные тенденции развития спроса на электротехническую продукцию в России. Ну, прежде всего, это комплексные поставки первичного и вторичного электротехнического оборудования, запрос на выполнение проектов под ключ, прямая работа заказчиков с производителем, минуя посредником. Каждый представитель крупных производств в Чувашии делился планами своего предприятия. Но как раз из этих элементов должен в конечном итоге сложиться пазл благополучного экономического будущего нашего региона. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. В эти дни по всей стране чествуют аграрии впервопроходцев. С начала освоения цилинных и залежных земель исполняется 60 лет. Это была беспрецедентная кампания в масштабах всей страны. Сегодня в Чебоксарах собрались участники освоения цилины со всей Чувашии. Трудовой подвиг первоцелинников отметил глава республики и министр сельского хозяйства. Ветеранов встречали в фойе с памятными значками. Планшеты фотовыставки как магнитом притягивали комсомольцев-добровольцев. Они старались разглядеть на снимках знакомые лица и вспоминали время, которое, несмотря на все трудности, оставило незабываемые впечатления. Они трудились, заряжая своим патриотическим энтузиазмом других. Только за первые два года в цилинных районах было построено 425 собхозов при полном отсутствии дорог, жилья и зернохранилищ, не говоря уже о ремонтной базе для техники. Благодаря цилинникам удалось несколько раз увеличить производство зерна. В масштабах огромной страны это настоящий трудовой подвиг. Это было очень актуально в то время. Накануне памятной даты мы решили поближе познакомиться с первопроходцами. Герои нашего сюжета свои путевки на цилину получили не без труда. Достойных выбирали открытым голосованием на комсомольских собраниях. Трудились они на цилине в Казахстане. И по признаниям самих ветеранов труда, этот период в их жизни был самым ярким. Студент Валериан Дубинин в 1957 году работал комбайнером в Павлодарской области. Он и его помощники скосили, собрали и обмолотили хлеб с площади полторы тысячи гектаров двумя комбайнами. Пшеница, вспоминает ветеран, была в тот год отменной ни одной соринки. В стране тогда царил высокий патриотический дух. И именно целина, считает Валериан Харитонович, помогла ему повзрослеть, укрепить свою волю и сформировать характер. Он считает, что отряды добровольцев творили чудеса. Освоить 42 с лишним гектара цилинных земель было непросто. Остались в его воспоминаниях и горькие страницы. А то, что остались в памяти, это были бунты хлеба. Весь хлеб, который мы обмолачивали, свозили на ток в каждом отделении. На току никаких амбаров, крытых складов, навесов. Ничего не было, все под открытым небом. Когда вернулись в Казань уже после завершения уборки, правда, сказать надо честно, что не все хлеба, которые были на корне, были скошены, обмолочены. Ибо в конце сентября, в начале октября погода быстро испортилась, дожди пошли, потом даже снега пошли. И с этим у нас был отпечаток остался такой, что жалко, не все могли мы убрать. Практически в голых цилинных степях комсомольцы создавали новые поселки и города. Для Читы Симаковых одна из строек оказалась судьбоносной. Мы вчера жили в палатках, это как обычно, куда чистое поле. Ничего нету в палатках, женщины в одни палатки, мы учим другие. Вот потом во время работы все равно рядом находим друг к другу. Так и познакомились, познакомились. И уже люди стали свадьбы играть делать. Мы давай тоже поговорили, время пришло. Вот так, свадьбы сыграли и продолжали работать. Работа была нелегкая и у мужчин, и у женщин. Особенно трудно было в первый год, вспоминают супруги. Не хватало строительных материалов и ездили за 25 километров на рудник за булыжниками. Не хватало воды, да и путь к ней был тоже не близкий. Мы вот там колодец был, из этого колодца для совхоза воду возили, питьевую воду. Это тяжелая работа, вот машины подъезжаешь, на машине в кузове две бочки такие были. Не знаю, видишь, сколько идет. 50, наверное, каждой бочку. Вот поставили, стоишь между ними. Одна подает оттуда, достает из колодца, другая выливаешь. Так, в очереди наполняли вот эти бочки и привозили совхоз. Таким образом возили, обеспечивали питьевой водой. Сейчас, спустя 60 лет после этих событий, у Николая Кондратьевича и Марии Васильевны Симаковых одна шкатулка для наград на двоих и небольшая стопка черно-белых, теперь уже семейных фотографий, на которых сохранились памятные моменты тех четырех лет, что они прожили, поднимая целину. Вот этот совхоз, который мы строили за лето, соревновались тоже. На лыжах зимой служил. Вот футбольная команда была, мы ездили с ними. Вот наша свадьба была. И старшая дочь у нас там родилась. Селена объединила тогда более полутора миллионов молодых людей по всему Советскому Союзу. Трудовой подвиг участников этой грандиозной кампании отметили государственными наградами. Прошли годы, но для многих из них эти награды по-прежнему самые дорогие. Оксана Замятина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Антон Вовк. Республика. Энергоснабжение города Спутника стало более надежным. На Новочебоксарской ТЭЦ-3 запустили новый турбоагрегат. Одна такая турбина может заменить сразу три модели советского образца. Мощность нового агрегата – 80 мегаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить теплом и электричеством более 30 тысяч жителей. А также предприятия и социальные объекты. К современному оборудованию планируют подключить одну четвертую часть города Спутника. Оно должно существенно разгрузить работу шести агрегатов, которые ввели в строй более 40 лет назад. Модернизировали на Новочебоксарской теплоэнергоцентрале диспетчерский комплекс. Теперь здесь все управляется в автоматическом режиме. На реализацию этого проекта энергетическая компания затратила более полутора миллиарда рублей. Глава республики отметил, что это должно придать дополнительный импульс для развития моногорода. Производительность труда улучшается, уровень зарплаты будет повышаться. И надежда есть, что в перспективе мы с ними вместе реализуем еще не один проект. Пара Олимпиада закончилась еще несколько дней назад, но впечатлений хватит надолго. Мы продолжаем рассказ о том, как делегация из Чувашии побывала в спортивном Сочи. Кроме спортсменов и представителей власти, своими глазами пара Олимпиаду видели школьники из Цивильска и Шумерли. С теми, кто получил заветные путевки в Адлере, встретился Дмитрий Ковалев. В Олимпийскую столицу они приехали всего на два дня, но даже за это время успели увидеть многое. Больше всего ребятам запомнились соревнования по пара Олимпийскому керлингу. Говорят, что воочию наблюдать за турниром намного интереснее, чем по телевизору. На стадионе царила невероятная атмосфера. Делятся впечатлениями дети. Как пришла болеть за наших керлинг, смотреть вид спорта, я вот тут уже поняла, как шахматы по играм. Но мне понравилось там, как болеть за наших, кричать. Они и сами лучше других знают, насколько это тяжело побеждать, если физические возможности ограничены. На пара Олимпиаду из Цивильского района приехали три ученика коррекционной школы. Они занимаются спортом наравне со своими сверстниками. Вообще на эту поездку претендовали самые достойные – призеры соревнований и круглые отличники. На спортивные результаты обращали внимание и в шумерлинском детском доме. Я занимаюсь легкой атлетикой. Занимала первые, вторые, третьи места. То, что я сюда поехала, это только просто за идеальное поведение. Девочки наши очень спортивные, занимаются разными видами спорта. Это как легкая атлетика, вольная борьба, лыжи, коньки и так далее. Из Сочи они возвращались домой, переполненные эмоциями и с богатым фотоархивом. Жалели только об одном – ребятам не удалось увидеть своими глазами церемонию закрытия игр. Билеты на это шоу раскупили быстро. Стадион «Фишт», который способен вместить 45 тысяч человек, заполнился до отказа. Последний день – указ. Выстроились большие очереди. Добрый вечер гостям из Чуваши. Хорошего дня гостей. Мы рады поприветствовать вас на стадионе «Фишт». Сидя на трибунах, можно было увидеть то, что не вошло в телевизионную трансляцию. Вот так на стадионе появились спортсмены из других стран. Арену оборудовали специальными конструкциями, которые поднимают наверх декорации. На этом шоу режиссерам удалось объединить и оперную музыку, и 3D-эффекты, и захватывающие акробатические номера. Эффектная точка церемонии – хит, который уже на старте игр предрек победу российской сборной. А «Импосибл» возможно все, и паралимпийцы это доказали. Впереди четыре года изнурительных тренировок. Многие спортсмены из российской сборной отправятся в Корею. Именно эта страна примет очередную Белую Олимпиаду. Обратный отсчет уже начался. Дмитрий Ковалев, Юрий Гурьянов. Республика. Из паралимпийского Сочи. В продолжение олимпийской темы олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Владимиру Воронкову исполнилось 70 лет. Юбилей именитый спортсмен отметил на родине. Накануне он встретился с главой республики. Уроженец Комсомольского района Владимир Воронков принял участие в двух олимпиадах. Золотую медаль он привез из города Саппора в 1972 году. Тогда команда советских лыжников одержала победу в эстафете на 10 километров. Сейчас он поставил цель подготовить до следующей зимней олимпиады в Корее хотя бы одного спортсмена из Чувашии. Претенденты на попадание в сборную уже есть. Ежегодно в спортивной школе, которой присвоено имя Владимира Воронкова, проводятся республиканские соревнования по лыжным гонкам. Олимпийский чемпион заметил, что в Чувашии сделано немало для развития спорта. Накануне глава Чувашии подписал указ о днях здоровья и спорта. Теперь они будут проходить каждый месяц. Михаил Игнатьев вручил спортсмену благодарность и часы с национальной символикой. Кстати, очередной день здоровья в Чувашии пройдет уже завтра. 22 марта жители республики смогут бесплатно посетить бассейн или тренажерный зал и покататься на коньках во всех республиканских и городских спортучреждениях. Сегодня в наш традиционный пятничный обзор новостей сети попали инициативы властей России Чувашии и Чебоксар. Интернет-сообщество не оставляет без внимания и эту сферу. Скандал вокруг Украины не утихает. Совет национальной безопасности и обороны в Киеве поручил МИД Украины ввести визовый режим с Россией. Хотя премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что с этим вопросом не следует спешить. Вопрос нашел отклик и в душе Чувашской благосферы. Зачем? Друзья, зачем? Россия и Украина вместе. Сколько родственников, друзей, знакомых живут в наших странах. Зачем все усложнять? Давайте жить дружно и не относиться друг к другу предвзято. На уровне муниципалитета тоже произошли изменения. Остановку общественного транспорта Дом ветеранов по улице Университетская переименуют в улицу Мичмана Павлова. Неудачное, на мой взгляд, название. Путаница будет. Назвали бы остановку микрорайон Алиса по имени ЖК Алиса. И просто и понятно. Вообще не понимаю маразм называть остановки по улицам. Называть надо по единичным объектам, торговым центрам. Вот не очень понимаю, с чего шум поднят. Не первое и не последнее переименование остановки в городе. Так что по каждой референдум через 5-6 лет никто и не вспомнит, как она называлась изначально, и все устаканится. Широкий отклик на форумах нашел и новый проект администрации Чебоксар. Открытый город. Глава администрации Алексей Ладоков провел открытую встречу с жителями Ленинского района. В зале не осталось свободных мест. Откровенный разговор о путях развития города пришли поддержать более 700 человек. Встреча в формате открытого диалога, по мнению руководства столицы, становится неотъемлемой частью управления муниципалитетом. В этом суть проекта «Открытый город». Каждый житель имеет возможность непосредственно обратиться к представителям органов власти и высказать свое мнение. На очередной встрече с главой администрации Чебоксар было поднято немало волнующих тем. Одна из которых – развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Мы в этом году планируем начать реконструкцию дороги Айги. Это улица параллельно Богдана Хмельницкого в новом микрорайоне. Средства заложены, ведется проектирование. В планах также расширение самой улицы Богданки от залива от улицы Коммунальной Слободы до Ягодного переулка практически. В ближайшее время мы начинаем реконструкцию перекрестка Фучика-Богданка. Проектно-сменная документация также имеется. Стоимость работ больше миллиарда рублей. Горожане не боялись высказывать и свои замечания. Владимир Чапаев счел проходящие публичные слушания по строительству объектов номинальными. Предложил отменить результаты прошлых встреч и провести новые. Были затронуты вопросы уплотнительной застройки, функционирования речного транспорта, обустройства парковок, больниц. Нам обещана была поликлиника вместо медсанчевти-электроаппаратного завода. Когда начнется строительство? Сегодня ведется проектирование этой больницы. Определена подрядная организация, архитектурное бюро, которое уже защитило эскизный проект. В этом году они должны завершить проект этой больницы. Точную дату не назовут, точный год не назовут. То ли с 2014, то ли с 2015, то ли с 2016 года идет финансирование строительства. То есть в ближайшее время мы эту больницу строить начнем. Следующая встреча с жителями в рамках проекта «Открытый город» состоится 27 марта в 18.00 в средней школе номер 37. Желающие смогут задать вопросы заместителю главы администрации по экономическому развитию и финансам Максиму Семенову. Вместе мы должны сделать наш город комфортным, качественным, стабильным для жителей, для гостей столицы. Анастасия Алексеева, Светлана Алекимова, Антон Вовк, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин